Восьмого красавика 1925 года у кабинета наместника старшини Гомельского губернского выконкама завитал доброапранутый грамадянин, який представился наместником старшини Центральной выборной комиссии Узбекистана и одночасово старшиней ЦВК СССР Файзулой Хаджаевым. Гости оказали ширый прием, бо он продъявил документ, який подтвердил стан его особы. Он рассказал историю о том, что ехал из Крыма в Москву, а на курорте у него похитили портфель, где находились и деньги, и документы. И предъявил справку о своей личности, которая была подписана главой ЦИКа Крымской республики Вели Ибрагимовым. Сумнение на конд особого высокопоставленного чиновника закралися только у начальника Гомельского губернского администрации на отделе милиции. Матвея Хавкина. Однако, не глядяши на это, гостю оказали все знаки по ваге. Выдатковали на расходы 60 рублей, продоставили номер у гостиницы и запросили на фуршет. Однако нашелся человек, который смог разоблачить личность афериста, им оказался никто иной, как глава губернской милиции Матвей Хавкин. Он нашел редкий на то время журнал «Красная Нива», где были изображены портреты всех руководителей союзных республик. И осуществил сличение портретов. Лицо гостя, хотя и было восточного типа, однако он не являлся настоящим главой ЦК Республики Узбекистан. Подчас затримания Махляр называл деяния супрацовников помылкой и пропонувал навэт потелефоновать самому Сталину. Однако для такой досконалой проверки потребу не было. З Москвы на той момент уже пришла телеграмма, что Файзула Хаджаю не наведывал Гомель и не отпочывал на березе Крыма. Оказалось, что за чиновника высокого рангу выдавал в себе осудженный за подлог рецидивист Тургун Хасанов. До визита у Гомель и Нажитявил близкучая Махлярская турне. На рахунку узбекского комбинатора были некольки десятков подманутых керовников буйных городов. Новороссийская, Ялты, Симферополя, Полтавы, Харкова, Минска и так далее. В это же время сотрудниками милиции была обезврежена жестокая банда, крупная банда, это Луговского креса. И на фоне такой обстановки, происшествие с аферистом Хасановым, оно воспринималось только как эпизод достойный фельетона. Резонансная справа становча поплывала на карьеру начальника губернской милиции Хаукина. А вось фельетон про афериста Хасанова, який был надрукованный у газете «Правда» под назвой «Знатный подорожник», натхнил письменника у Ильфа и Пятрова на створение романа, у яким правообразом Астапа Бендера стал Махляр затрыманными на вита у Гомеля. И не выключено, что кали б не мясцовые правоохолники, твор, який так дуже полюбили советские сушасные читачи, ни кали б не заявился у литературы и кино. Александр Гамоля, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель».